Здравствуйте, друзья! Это Алексей Коткин и сегодня мы прогуляемся по Никитскому ботаническому саду. Крым в сентябре и октябре прекрасен, не так много людей и можно спокойно пребываться на самые разные растения, которые здесь в большом количестве. Причем в самом Никитском ботаническом саду огромные коллекции, которые собирались здесь уже в течение нескольких сотен лет. Вот за моей спиной портал, арка, вход, нижний вход в Никитский ботанический сад, который был построен в 1912 году в честь 100-летия создания этого замечательного дендрали, этого парка растений. Мы с вами немножко по нему прогуляемся. Практически сразу нас здесь встречают великолепные бамбуковые, не то что рощи, но на самом деле целый лес. Здесь хочется сказать несколько слов о, в принципе, роли растений в жизни человека. Не просто человека, а роль растений в жизни создания, становления целых цивилизаций. Мы помним, что одна из самых мощных и крупных цивилизаций тысячу-две тысячи лет назад это была Китайская империя. Китайская цивилизация, она подарила нам порох, бумагу, станки, водяные мельницы и кучу еще всего. И в первую очередь это случилось благодаря растениям, потому что посмотрите, насколько удобный материал бамбук. Он очень быстро растет. Есть некоторые бамбуки, которые видны как раз тут. Представляете, вы смотрите на него, и он прирастает буквально по нескольку сантиметров за час. Соответственно, можно увидеть рост этого прекрасного растения. Ну и плюс, это замечательный материал, достаточно его сперить. Вот, пожалуйста, вам. Хотите труба для водопровода, если пробить центральные перегородки? Хотите столбы для жилища или, не знаю, удилища, все что угодно. Невероятно удобный строительный материал. Конечно же, это повлияло на развитие китайской цивилизации в Синепременном. Пока где-нибудь в Сибири ждали, пока вырастет какая-нибудь сосна для того, чтобы ее можно было использовать как строительный материал, здесь уже могло вырасти тысячи самых разных бамбуков. Бамбуки, это трава. Несмотря на их такой крепкий вид, это, конечно, трава. И высоту можно достигать 15 и более метров. И когда у нас была экскурсия в Вьетнам, мы там наблюдали невероятно высокие бамбучики. В общем-то, даже не скажешь, что трава может быть настолько высокой. Ну, здесь можно посмотреть. Появите дальше. Здесь растут замечательные растения магнолий. Они уже сейчас отцвели. на них сейчас сформирован такой очень интересный их плод, похожий на автограмму. К сожалению, наверное, на земле их не найдем. А вот там, если посмотреть в ту сторону, то там оно виднеется. Магнолий такие жесткие, восковые листья. Очень красивые, сохраняющиеся практически в течение всего сезона. И радующие даже от снега. Отлично зеленые растения. Они в Крыму встречаются, но по большей части раньше никогда не произрастали. И сегодня, может быть, мы увидим одно единственное вечно зеленое растение, которое можно отнести к истинокрымскому. Все остальное, конечно, по большей части привозное и посажное. Ну, раз мы заговорили о траве, давайте буквально несколько слов еще об одной знаменитой траве. Это банан. Банан тоже трава. Бананов огромное количество. Здесь, в Никистском ботаническом саде, мы видим несколько их представителей. Больше всего нас интересует банан, который дает нам огромное количество плодов и бананов, которые мы и так все любим. Бананы бывают самые разные, маленькие, большие, и желтые, и зеленые, и красные. Они у всех отличают, во-первых, то, что у них содержится много питательных веществ. И, конечно же, они являются отличным и диетическим продуктом, и кровообъектом для многих птиц, животных и кого еще. Ну, наверное, еще, к сожалению, и грибов. И сейчас есть у нас всевозможные истории с бананами-паразитами, болезнями, которые периодически ставят под угрозу весь мировой рынок бананов. Ну, пока более-менее с этим сельскохозяйственные производители не справляются. Однако, не раз уже, даже за последние десятилетия, мир вставал на такой путь исчезновения и манго, и бананов, и многих других сельскохозяйственных культур. Дело в том, что у всех сельскохозяйственных культур есть эхилесовая пита. Они растут вместе и создают монопосадку. Монопосадка, которая состоит из одного растения. И любому паразиту в этом случае крайне удобно уничтожать всю эту плантацию. Потому что не надо тратить много сил на и перепрыгнуть одного к другому. Если здесь посадится какой-нибудь, не знаю, гриб, плесень, жучок, то он будет массово распространяться. Уграничить его можно только каким-нибудь химическим способом, либо способом биологической борьбы. Именно поэтому некоторые производители, например, разреживают монопосадки какими-то другими культурами, чтобы затормозить распространение такого массового возбудителя, какого-нибудь заболевания или паразита. Но банан, трава прекрасная, даже в уму немножко может выдержать местные холода. Хотя, конечно же, со всем большим морозом все это отвалится и на следующий год будут вырастать новые листья. Беседка ботанического унигийского сада является видной карточкой сада. И вокруг нее такая замечательная, можно сказать, альпийская горка. Хотя больше здесь растений представлено из пустынь. И сейчас мы с одним из них познакомимся поближе. Здесь растут суккуленты растений в пустыне, полупустынь. В общем-то, местные флоры, конечно, никогда не встречались ранее. От того, как их привез сюда человек. И два таких знаменитых растений. Это агала. Она у нас есть в Петербургском ботаническом саду. Здесь практически каждому. Сейчас у нее формируется такой, здесь намечается центральный стебель. Цветет на раз в жизни. И когда она цветет, вытягивается такой большой, высокий цветонос. Он может достигать высоты нескольких метров. И цветонос в Мексике срубали. Из этого именно цветоноса приготовили такой напиток, как текива. Из листьев этого замечательного растения готовился другой напиток. Любители алкоголя наверняка его вспомнят. Я, честно говоря, забыл. То ли акапулька, то ли акапулька. Ну, бог себе. А вот дальше, знаете, дихо наследно. Растет опунция. Видите, у него образуются такие сиреневые плоды. Они, на самом деле, очень вкусные. Единственное, что их нельзя просто взять, как сорвать и съесть. По двум причинам. Во-первых, апунция опушена очень мелкими иголками. И потом, если вы замучиваете, вытаскиваете своих пальцев. А во-вторых, внутри есть очень твердые косточки. Если сразу кусать, то можно поломать зубы. Поэтому апунцию, плод апунции лучше собирать в перчатках. Очищать ножом кожуры и иголок. Разрезать, выковыривать косточки. После этого уже можно есть. Наши вовыривают. Это замечательное растение. всем известным, всем хозяйкам это лавр лавр хорошо обрезается из него формируются всевозможные интересные фигуры но и главное, что он прекрасно пахнет именно в октябре можно собирать листья для борщей и других кулинарных блюд изделий до этого времени лучше он не смотрит, потому что не такой ароматный сейчас самое время, если вы бываете на юге в октябре то с собой можно привозить высушенные лавровые листочки у него очень приятный аромат и запах гулять, прогуливаться в таких рощах где много лавров очень полезно, в том числе и для здоровья и для нервов наверно увидим и дальше здесь, за моей спиной сосна итальянской пини невероятно красивое дерево я надеюсь, что мы еще про нее поговорим где будет чуть потише все таки, несмотря на то, что октябрь месяц здесь в начале парка довольно шумно но наверняка эта сосна каждому нам знакома кто помнит замечательную сказку про Буратино у нас называется Буратино если помните, что Толстой взял историю которая называется Пиноккио из итальянского произведения и Пиноккио это как раз деревянный мальчик которого папа Карло выточил из сосны итальянской пини именно поэтому такое название у этого персонажа так что если папа Буратино, папа Карло зовут то, соответственно, маму зовут Пиньо теперь вы об этом знаете еще один часто встречающий представитель вообще в опоре в озеленении Крыма да и в юго России это колбасное дерево колбасное дерево выглядит специфическим образом видите, такие листки с прожилками, с белыми немножко напоминают телячью колбасу хотя, если честно зеленые телячьи колбаса это странно мы сейчас поднимемся по большому каскаду водопадному я хочу обратить внимание вот на это прекрасное дерево это платан или чинар и глядя на него ты понимаешь, почему многие деревья особенно тот же платан или чинар обожествлялись потому что, когда видишь такую громадину высотой, не знаю, многоэтажный дом то, честно говоря, это впечатляет помните, подаем ближе так можно проскататься до дерева такие гиганты могут жить очень долго на самом деле возраст многих платанов одна-две тысячи лет может быть даже больше есть в мире платаны, которые давно уже получились собственные имена и их боготворят и почитают как произведение не только природы, но и истории, культуры такое каждое дерево настолько мощное, настолько раскидистое что под ее сенью можно было разместить небольшую армию ну, по крайней мере, легенды о таких деревьях до нас доходят римские войска отдыхали под сенью таких платанов у платана интересный лист, он похож он похож на лист клена если вы увидите его отдельно, то, наверное, можете спутать с этим растением но, если вы увидите его плоды они здесь у нас висят, но вон там и там это такие интересные шарики тушистые очень и, конечно же, такие тушистые, мягкие ну, относительно мягкие мячики и, конечно, когда видишь уже висящие вот эти шарики мохнатые то уже сразу понимаешь, что это плота, а не что иное ну, и еще одна особенность этого дерева это умение сбрасывать хору за что он иногда называется бестыдится но про бестыдится мы поговорим чуть позже здесь есть более интересный экземпиад растений с похожим названием пойдем туда интересно, на Ликийском металлическом саду можно встретить многие наши растения там кувшинки, кубышки, эти заменитые белые лилии, которые плавают в пруду здесь именно снимали в пруду в начале этого парка фильм про Буратино как раз и здесь плавала тортила в пруду крут этот Никитский металлический сад а за моей спиной здесь камыш многие путают камыш с рогозом настоящий камыш личной выглядит вот такие холосты а это скорее похоже на камыш лесной хотя я уверен, что это какой-то другой вид но это как раз истинный представитель камышей точно удивительно, что он растет прямо в воде у нас камыш лесной все-таки растет по берегам водоемов и прямо так вот воду не опускается я по крайней мере не так часто это видел все-таки в воде доминирует камыш озерный а вот здесь увидели и такого представителя курина у нас в Киеве не оттенет а вот здесь а вот здесь в курино Здесь за моей спиной растет очень интересное дерево. Я на него показываю небольшое, если посмотреть на листочки, они похожи на веер. Это гинкобелёба. Гинкобелёба это одно из самых древних растений нашей планеты. Еще помню динозавр возникло тогда, когда основу нашей растительности наземной составляли папоротники и хвощи. Гинкобелёба пережила ледниковые периоды, глобальное похолодание. Скорее всего, случилось где-то в Китае. Видимо, там сохранились условия для того, чтобы это растение смогло пережить довольно длительный период холода. С гинкобелёбой связаны всевозможные мистические вещи. Ее часто используют как биодобавку и она считается омолаживает организм, спасает кучу болезней. На самом деле, если посмотреть все источники, то мы видим, что не всегда какие-то эффекты проявляются. Впрочем, как и у многих лекарственных растений тоже. Более того, есть и негативные последствия употребления биодобавок с гинкобелёба. К сожалению, об этом редко говорят. Пытаются продать и заоставить внимание покупателя лишь на его положительных качествах. Увы, у всех растений, даже лекарственных, всегда есть побочный эффект. Именно поэтому, если вы хотите купить какое-то лекарственное растение, лучше это делать в аптеке. Там хотя бы есть какая-то гарантия, что вы не получите что-то не то. Поэтому, если кто-то хочет получить бессмертие при помощи гинкобелёбы, лучше это не делать. Есть более надёжные способы. Один из них – это прогулки по таким прекрасным местам. Гуляйте чаще, вдыхайте. Находясь вот в таких парках, да и в лесу вообще, мы получаем огромное количество самых разных фитонцидов, которые мы вдыхаем. Кислород, просто приятные эмоции от прогулки, плюс физическая активность. Вот, в общем-то, нехитрые составляющие долгих лет жизни. Но при помощи таблеток или каких-то эликсиров это сделать гораздо-гораздо сложнее. Пройдёмте, пройдёмте. Интересное растение, вечно зелёное, называется «Подуб астролист». Не хорошо, что здесь есть таблички, можно посмотреть название. Но я хочу обратить ваше внимание на особенности многих растений, которых мы не можем встретить. У нас в средней полосе вечно зелёные растения, они, во-первых, покрыты чаще всего каким-то высковым налётом, что помогает им пережить суровые периоды, скорее засухи, нежели холодов. А вот у этого растения листы ещё преврастились в колючки. У нас тоже многие растения превратили свои листья в иглы, например, у хвойных. А здесь мы видим такой промежуточный этап, когда ещё в иглы лист не превратился, но уже довольно острый и оснащён вот такими вещами. Это, в отличие от наших елей и сосен, скорее сделано не для того, чтобы уменьшить испарение воды, защитить от морозов или холодов свой лист. Но чаще всего такое делается для защиты от жвачных животных, которые с удовольствием попьели бы этот замечательный «Подуб», если бы не такие острые иголки. Есть колючие, не так приятные, как мягкие и нежные. Именно так деревья спасаются от многих жвачных. Не от всех есть многие жвачные, которым всё равно что есть, но, слава Богу, их не так много. Слава Богу, для растений, конечно же. Пойдёмте дальше. Четыреста. Сейчас интересно, что в современном мире определять многие растения всё более и более удобно. Достаточно ввести поиск по картинке и вуаля, выдаётся какой-то результат. Единственное, что он может быть самый разный. Например, вот здесь в данный поисковик выйдут два варианта. Что это «Жимолость» либо «Калина лавролиста». Ну, если мы посмотрим на листочки, то действительно есть какая-то аналогия и с калиной, и с лавром. Такое вот интересное растение. И, в общем-то, достаточно буквально несколько секунд, чтобы понять, кто это. Это очень удобно и можно позже определять не только растения в ботанических садах, но и где-нибудь в поле, в лесу. Все-таки мы живём в 21 веке, друзья, и это здорово. В том числе и есть масса возможностей, которые мы можем использовать для обучения. Например, какие-нибудь онлайн-курсы. У нас, кстати, есть онлайн-курс. Это онлайн-курс, который называется «О природе, в том числе и человек. 12 лекций». Не только о каких-то экологических угрозах и вызовах современности, но и о основных группах животных, растений, грибов. Ну, то есть это об основных составляющих частях природы. Это и лекции по всеми птицам, грибам, микроорганизмам. И ещё много чему, в том числе любви и дружбы. Что тоже очень важно, особенно в экологии. Так что, если у кого-то есть желание прослушать и посмотреть этот курс, пожалуйста, оставляйте заявку и присоединяйтесь к следующему потоку. Он у нас стартует совсем-совсем скоро. Ну что ж, пойдёмте дальше. Друзья, ну ещё несколько. У нас остаётся всего лишь 5 минут, поэтому немножко ускоримся. Что ещё хотелось рассказать о Никистском ботаническом сале? Ну, во-первых, вот эти замечательные хвойные растения. Здесь встречаются и сосны, и секвои, которые привезены из Америки, и, как бы по-грому, и самые разные местные деревья. Но верно всё-таки хочется каких-то рассказать, поэтому более подробно. Поэтому я предлагаю остановиться на этом моменте, на фоне бескручен и замечательный. Я даже не знаю, чем. Пол как раз есть одна из секвой. И дальше мы, я уверен, вернёмся сюда не раз и посмотрим ещё на многие растения Никистского ботанического сада. Но, к сожалению, сейчас у нас просто кончается место и время. Место на карте и время, которое мы можем поснимать. Друзья, ну, пусть смотрите наш канал, подписывайтесь на наш онлайн-курс, приходите в наши экскурсии, у нас интересно. Ждите наших новых причин. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова